Ребята, всем доброе утро! Кто-нибудь покажется в кадре вообще ради доброго утра? Да? Мама кормит ей Рамира, а я вам пришла рассказать о двух прочитанных книгах. Где вторая прочитанная мною книга? Вот, нашла. Ее Мюсо. Во-первых, насчет Аси Лавринович. Дочитала, концовка действительно достаточно неожиданная, и как бы главный герой... Нет, это будет спойлер. В общем, немножко концовка действительно неожиданная, она не то чтобы прям вау, как у того же Мюсо вот в первой части Central Park, в первой книге, которую я читала, но, тем не менее, да, достаточно необычная. И теперь нужно выбрать следующую книгу, и я очень хочу взять вторую книгу Аси Лавринович, но, не знаю, еще немножко подумаю, может быть, что-то разнообразит, чтобы большему количеству людей было интересно слушать. Посмотрим. Ну, в общем, Аси, я не жалею, что взяла, буду собирать однозначно. Прекрасная школьная история, очень милая. А вот с Гийомом Мюсо вышло совсем иначе. Дело в том, что сама идея такая классная, но в книге столько недочетов по итогу, что я настолько была злая. Давайте сейчас... В общем, я эту книгу не советую особо читать, потому что она такая классная идея, там крутые повороты, очень все напряженно, но в конце столько нестыковок и столько нелогичных моментов, что я была очень зла. Это не один момент, а прям несколько. И к концу их становится намного больше, поэтому, в принципе, не советую. Если вам интересно обсудить со спойлерами, возможно, вы читали, объясните мне суть всего, то давайте сейчас со спойлерами. Здесь будет значок книжечки. Когда он пропадет, можете заново подключаться, если вам неинтересны спойлеры. Вот, например, ситуация, когда умирает Эллиот. Елена помнит, что он умер, и когда Мэтт меняет прошлое, Елена все равно помнит, что он умер и надеется, что вот в этой параллельной вселенной якобы он будет жив. Вопрос. Например, когда в первый раз умирает Елена, Мэтт знает, что она умерла, но когда Эллиот меняет, Мэтт уже, например, не помнит, что она умерла, и все, для него это новая полностью жизнь. Что это за нестыковки? Почему для Елены, получается, должна же произойти тоже параллельная вселенная, где абсолютно прожила новую жизнь, где ей не сообщили о смерти Эллиота? Вот, это такая нестыковка. То есть кто-то помнит выборочно что-то и видит, что ситуация меняется, кто-то нет. Тот, кто в курсе ситуации или что, я не понимаю. Ну, возможно, тот, кто в курсе, что ситуация меняется, хотя и Лена не была в курсе, что Мэтт собирается все изменить. То есть для нее должна была просто жизнь измениться, и вселенная должна была поменяться. Окей. Почему нельзя было просто не выполнить слово договора? Потому что ты же не знаешь на будущее, что будет. Эллиот, почему? Ему же еще не важна Энджи. Ну, это ладно, типа, честный человек и так далее. После рождения Энджи почему нельзя было найти и искать, начать искать Элену? Почему нельзя было не рассказать Мэтту, но не ссориться с ним? И самое главное, почему Эллиот сам не сказал, что ему нужно просто бросить курить? Для чего он это? Почему он не спас себе жизнь? Почему он оставил таблетку, чтобы Мэтт это сделал? Ну, или Мэтт сам решил, почему он... Он же специально Мэтту таблетку оставил для чего-то. Почему он сам не мог себе жизнь спасти? В общем, это настолько нелогичная книга в конце, абсолютно. А, и еще вот. Умерла Елена первый раз от касатки. Почему Эллиот решил, что проблема в нем? Не было же подробностей, что она полезла. Или он такой догадался, что если бы ей не испортили настроение, она бы не пренебрегла... Не пренебрегла... 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 Правилами безопасности. Он же тоже не мог догадаться, что она так поступит. Случайно, якобы. Если он знал, что это самоубийство, то почему он второй раз не подумал, что она может самоубийство совершить? Это все настолько как-то очень странно. Сейчас будет выключение лампы. Вот так вот. Света, представление. Нравится? Да? А давай покажемся зрителям. Покажи, какой ты сладкий. Все. Спойлер закончен. У нас тут младенец. Скажи привет. Скажи, мам, давай, выключай, играй со мной. Вот. Поэтому у меня с Гьемом Мюсо с этой книгой вообще не сложилось. С Асей сложилось. Давайте с вами. Благодаря вашим комментариям я узнала об одной книге, в которой оказывается невероятное рождественское настроение. Сейчас мы с вами ее достанем. Вот книга, которая мне сказали, начинается с Хэллоуина, а потом тут рождественская атмосфера. Это мечтатели Бродвея. Я так хотела ее прочитать как раз, но она слишком толстая. Машина там, правильно. Так что вот я не знаю, брать ли толстую. Хотя я так хотела прочитать. Может быть, и не важно, что толстая, может, читать долго, спокойно. Все, может, она сейчас быстро пойдет. Идеально. А давайте попробуем посмотреть здесь карты Нью-Йорка. Но в то же время я так мечтала начать влогмассы, чтобы прочитать Кэтрин Райдер «Поцелуй меня в Нью-Йорке». Эту снежную прекрасную книгу. Мне кажется, если ее сейчас не прочитаю, то я, во-первых, буду на себя злиться, а во-вторых, я ее вообще никогда не прочитаю. Давайте возьмем с вами все-таки Кэтрин Райдер или Аси Лавринович. Или «Влюбить за 90 секунд». Сейчас я проверю, какое здесь время года. Здесь вроде... Нет, здесь не написано. Если здесь будет снежная. Хотя, так, нету цветочки, наверное, цветковое весеннее. Такое, ну, видно по девушке. Блин, эта цветочка, наверное, не подходит. Ладно, хотя мне так к ней тянет. Возьмем давайте с вами Кэтрин Райдер и не будем задумываться, потому что я ее хотела. Все, берем. И до меня только что дошло, что мы с вами вчера не открывали. И сегодня откроем сейчас адвент-календарь. Сегодня какое? Шестое? Вчера мы пятый день не открывали. И надо и пятый, и шестой открыть вместе. Или пятый открывали? По-моему, не открывали. Сейчас. Там такая тяжелая у нас. Вот. Не открывали. Пятый день. О, у нас тут шоколад со злаками. Мини. Я, кстати, ни разу такое не ела. А в шестом дне что у нас? Хаба! Неудобно на окне это делать, но ничего страшного как есть. Ой, что-то интересное. Тоже что-то классное. Покажите. А это просто киндер-шоколад мини. Круто! И тут тоже самое. Пятый день у нас немножечко приоткрыт. Ой, что там такое вниз головой? Это Мишка. И шестой день был где-то здесь. Вот он. Этот не открыт. Так, шестой-шестой. Так, раздавить его. Опа! Снеговичок! Пойдем все есть шоколадки. И у нас, кстати, совсем не зимняя уже почти погода. Не снежно. Сразу видно, что бабушка приехала. Стейки, рагу всякие. Видно, кто хозяйка дома. Не я. Соскучился по еде домашней? Мы тут решили, что два часа это еще раннее утро. И нам нужно еще кофе. И ужин. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Светит яркое солнце И сейчас, знаешь, настроение больше на Майкла Каннингема Какого-то, но его я не хочу слушать Потому что попыталась и как-то нет Его лучше читать, поэтому у меня есть Два претендента Детективы какие-то я не знаю Может быть это будет Гиллиан Флинт, подумаю Но у меня есть Оливия Китридж Лена, спасибо тебе огромное еще раз за эту книжку Это одна из любимых книг Лены И Мне что-то вот очень интригует тоже Потому что я об этой книге вообще ничего не знаю Знаю только, что вот она такая Может быть немного похожа на Энн Тайлер Что Ленина очень понравилась Но все-таки мне ее тоже немного больше в бумаге хочется читать И еще У меня есть Бакман Тревожные люди Тоже есть в аудиоварианте Я знаете, что подумала? Напишите мне, если вы читали одну и другую книгу А какой вам будет Даже если не читали, просто А какой вам книги будет интереснее послушать Я сегодня, может быть Начну слушать какую-то из этих Вечером Но если там большинство будет за другую книгу Я просто ее поменяю Потому что я пока не знаю Какую мне хочется слушать больше Посмотрим Не знаю Вот я хочу взять одну и склоняюсь к другой Подумаю о той и склоняюсь к первой Поэтому вот из этих двух выберу Но в бумажном варианте Однозначно, Ася Лавринович Все, тут вопросов никаких нет Но что-то еще такое же слушать Мне не хочется Хочется немножечко все-таки разбавлять стили Мы вот пообедали Скоро же будем ложиться спать Погода просто какая-то осенняя И вчера была такая осенняя Совсем яркое солнце, тепло Но мы сегодня никуда не идем А завтра уже посмотрим А сейчас пока поотвечаем, может быть, на некоторые вопросы Я буду так на некоторые вопросы, которые лично мне задавали Просто в разброс отвечать Был вопрос Планируем ли за границу в ближайшее время, в ближайший год Мы за границу ездим, в принципе, просто каждый год постоянно И по несколько раз в год Но минимум 2-3 раза мы всегда выбираемся Думали этим летом к маме ехать во Францию Но... или на море хотели Мы вообще хотели бы путешествовать этим летом Но из-за вируса никуда сейчас не выехать Поэтому как только откроют границы Мы, естественно, сразу же куда-то выезжаем Если это будет ближе к лету То мы едем сразу же к маме во Францию Если это будет раньше То, может быть, мы съездим куда-нибудь Хотя бы в Литву С Яромирчиком, конечно, будем начинать путешествовать Просто как только будет возможность То обязательно сразу же поедем И еще в этом же комментарии был вопрос Какие любимые и нелюбимые предметы в школе Любимым предметом была русская литература Во-первых, я просто литературу люблю Во-вторых, очень классная у нас учительница была А нелюбимая физика Вообще бы я не разбиралась В каком возрасте мне комфортнее всего было находиться Мне кажется, мне вот именно сейчас 27 лет комфортнее всего Потому что, ну, меня устраивает полностью Мой опыт, который я приобрела Меня устраивает то, какие выводы я сделала Куда я приду Мне кажется, каждый год что-то приносит Но если говорить вообще о каком-то времени Мне очень нравилось мое время Когда мне было лет 18-19-20 Когда я училась в университете Просто потому что Не потому что я хотела бы там вернуться и что-то изменить Нет, нет, просто потому что Я хотела бы еще раз пережить то время Потому что были прекрасные университетские годы И, ну, какая-то я была наивная Все равно нормальным человеком была Поэтому в то время бы еще раз пережила И как бы все равно вернулась вот в свои 27 Как моя мама относится к моему каналу Абсолютно положительно Меня мама всю жизнь поддерживает Ну, просто в каждой мелочи В моих каких-то начинаниях Моих во всем Поэтому она прям с самого начала Меня очень-очень поддерживает И не стесняюсь ли я при них снимать Абсолютно Вот, прикольно Я вообще при родственниках, при друзьях Вообще не стесняюсь снимать Не знаю, почему у меня даже мысли такой не было Наоборот, полностью расслаблено Что я могу говорить вообще Что хочу Вообще сколько хочу Абсолютно Единственное, что я первое время Стеснялась снимать на улице Вот так вот Прямо когда люди там стоят, например, рядом И когда все слышат Или когда проходя мимо них Я как-то немножечко так Хоп Оборнута Как-то Все равно видела, что кто-то мимо проходит А сейчас, если я просто иду по улице и снимаю Мне даже все равно, кто проходит Единственное, что я не могу делать Когда кто-то прям вот стоит рядом И долго, когда я говорю До сих пор стесняюсь Почему-то Ну, думаю, это пройдет Мое любимое время года Это осень Я как только начинается Желтые листья И какой-то ветерок И какие-то дожди Я все Я схожу с ума Я обожаю осеннюю погоду Хэллоуин Вот от ранней осени До поздней осени Просто я чувствую себя Какой-то ожившей Вдохновленной И мне хочется что-то делать Творить Жить Путешествовать Все вообще Лето люблю Женя сказал слово Буревестник Я подумала Может быть мне Валькирию Какую-нибудь послушать Она же как раз С зимней такой атмосферой Да? Кубок Волкодав Та же автор Семёрия Семенова Мне кажется На партео будет Машинка Давай я соберу Помогу Она по-моему зимняя Мне кажется Зимняя Нет разве? Так Машинку мы должны Сейчас оставить Понимаете Мама дома Это же просто Ну Сказка Кстати Тут главная героиня Уже постарше И учится на филфаке Филфак Это уже всё Моя любовь Я сама училась на филфаке Если Я упоминала Ну не знаю Мало ли вы ещё не слышали Так что для меня филфак Это просто супер Ребята Наверное С вами на сегодня Буду же потихоньку прощаться Как-то у нас сегодня Такой день сумбурный Ромежечка сегодня Просто ночью Решила очень мало поспать Поэтому мы с бабушкой Сегодня такие Как две котлети Котлетины Поэтому пойдём Отдыхать Наверное Женя сегодня Убрал целый балкон Вы видели? Я прикреплю сюда Видео Так что Наверное Уже подключусь С вами завтра Может быть Бабушка соизволит Появиться в видео Правда? И ответить на парочку вопросов Завтра ответишь? Ну может быть Послезавтра Послезавтра Вы всё слышали Ловите на слове Так что Спасибо вам огромное За просмотр Такое сегодня Коротенькое видео Получилось Надеюсь вам всё равно Было интересно Спасибо ещё раз И до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok